Всем привет, уважаемые любители Русской Рыбалки 4, с вами Диазона ТВ. Сегодня мы находимся на реке Нижняя Тунгуска. Вот, именно на точке 39-138 клипса у нас стоит 45-я. Здесь мы лоем... ...сама Амурского и осетра Восточно-Сибирского. Вот, ну, лоем можно сказать... Блин, у меня же клюнуло что-то. Ну, ладно, подождем немножко. Я сейчас что-то клюнуло, но, к сожалению, не клюнуло. Это было здесь. А, это вот здесь. Так, что скажу, могу сказать насчет... Вот, ребята, вот здесь вот, короче, если вы стоите, и стоите ровно, да, то у вас вот здесь вот зацепы есть. Вот, если мы понимаем, что нас не рассматывало, не разматывает, мы переходим к этому камушку, вот, и спокойно рыбочку вытаскиваем. Потому что здесь нету зацепы практически, понимаете? То есть, у меня до этого была рыба неплохая, ну, небольшая, килограмм, наверное, 30-35. Вот, видите, да, сам Амурский 2,600, и он там зацеплялся. Я, кстати, здесь застрял. Нормально. То есть, получается, такой небольшой лайфхак о том, кто о нем не знал, да? То есть, если мы стоим здесь и тащим на себя, то здесь почему-то у нас зацеп происходит, скорее всего, за край. Вот, а если мы приходим от камня, доходим, если нас, опять же, не мотает, чтобы рыбу, не дай бог, вот сюда вот не впустить, то мы спокойно вытаскиваем. То есть, ждем какой-то момент времени, там, делаем клин и смотрим. Так, теперь давайте по рекомендациям. По рекомендациям. Во-первых, если мы хотим фармить, значит, это крючек, крючки у нас по сборочкам, да? Ну, давайте все заново. Квадрат B5, координаты 39,38, клипсы 45. Это самое главное. Теперь, значит, по сборочкам. Для того, чтобы фармить, нам крючки нужны 4,0. Вот, значит, личинка майская, 4,0 крючки и, соответственно, ПВ-шишка 50-граммовая, да? Потому что осетр восточно-сибирске у нас 100-килограммовый трофей, поэтому на него лучше для фарма ставить все-таки какие-то огромные-огромные ПВ-шки. Ну, во-первых, что шанс, наверное, поклевки трофея на эти ПВ-шки будет крупнее. Мне трофей не нужен, поэтому я оставил 20-ки. Значит, какие... Какой ПВ я использую? Семена рапса, черная икра 12, рубленый череп, сушеный рачки, дресня и корный запах. В принципе, эта ПВ-шка у меня очень достаточно давно и постоянно ей пользуюсь. Постоянно. Она подходит под Сома Амурского, под Стерлядь Восточно-Сибирску и под Осетра Восточно-Сибирску. Ну, как-то так, Стерлядь Сибирску. То есть, за час ловли у нас вышло Стерлядь Восточно-Сибирску 7 штучек, но у нас 2 чата, к сожалению, одного я оторвал. Значит, Сом Амурский у нас 8 штучек и Стерлядь Восточно-Сибирску одна залетная. Ага, вот еще один у нас сел. Мы видим, понимаем, что нас не разматывает, поэтому мы отходим вот сюда, чтобы его вытащить. Вот именно в этой позиции, именно вот здесь вот можно вытащить рыбу нормально. Именно здесь. Там практически невозможно это сделать. Делаем под клин. Не то, что невозможно. Здесь, конечно, есть тоже небольшая зона зацепа, но, тем не менее. Там она всяко меньше. На всякий случай, все-таки фрикцион я всегда сбрасываю, чтобы не оторвать. Опять же, чем хороша клиновая сборка, да, то, что, допустим, пошла вода горячая, начался клев. Ну, это, наверное, Сомики пошли, Амурский. Хотя здесь, если Сом Амурский, это же вообще жопа, да? Это, наверное, килограмм на... Нет, это Восточно-Сибирский крокодил маленький. У меня разматывал еще чатные у нас. 19900. Бодрый какой-то, по-моему, попался. Так, какая у нас это... Насчет грузиков, ребят, смотрите. Грузики вот эти вот просто ложатся на дно. Ложатся на дно и... Опа, вот это прикол. Ну, он сдался, поэтому, наверное, все-таки отойдем сюда. Надеюсь, что это не размот. На фрикционе могу отходить назад, значит, балдеж вообще. Сейчас вытащим вот это вот и посмотрим, что у нас по серебру вышло. Зацепился за край ямы, ребят. Вот здесь вот краешек ямы у нас получается. Но если мы понимаем, опять же, если мы понимаем, что нас не будет разматывать, то есть смысл стоять... Точнее, есть смысл именно в этом месте вытаскивать рыбу. Если понимаем, что нас не будет разматывать, если мы понимаем, что нас будет разматывать, то нам надо максимально близко к байкам прижиматься. Это важно. Если рыба уйдет за байки, то не факт, что против течения мы ее вытащим. Ну, во-первых, не факт, что нам хватит этого, какого шнура на 187 метров всего, да? Ну, если вдруг хватит, то против течения будет очень тяжело рыбу вытащить. Это главное правило. Давайте вот этого вытаскиваем и все, побежали, посмотрим, сколько у нас вышло серы. Кстати, да, ёптере, молчишь, что ж такое-то? Ну, давайте еще одну вытащим. Вдруг там сом амурский трофейный. Ну, я уже, блин, час-три минуты, ребят. Час-три минуты. Где там нас клюнуло? Крокодимина. Не, ну это вообще баллеж маленький. Ну, это вот, видите, да, что здесь за краями все-таки цепляется. Именно в этом месте, в том все-таки нет. Давайте вытащим этого крокодильчика. Да, это сом амурский у нас. 608 грамм, небольшой, но тем не менее. Так, точка 3938, ну и все, полетели. Пувашки все-таки. Все-таки рекомендую к трючке 4.0. Нур-74, вот, если не боитесь клинить, 84-й можно поставить, да, если не боитесь сломать, если умеете прямую палку делать. Да, 84-й будет поинтереснее, конечно. А ведь, ну, если, допустим, я в себе сомневаюсь, да, то есть, какие-то больше прочности легоси я могу ставить только на белу, когда она сдохнет, чтобы можно было вытащить быстрее. Все, ну, сейчас не про это. Летели, посмотрим, сколько у нас получилось за час, за час пять минут, да. Ну, да, пока я добегу, туда-сюда, Хабиби. Ну, на осетре, восточно-сибирские осетры, это из тех рыб, которые всегда был фарм топовый, да, причем это на самый, самый дешевый голд наживку. Вообще балдеж. То есть, во-первых, она копается хорошо, во-вторых, на нее неплохо фармилось всегда. Так, берем и смотрим. Ну, 700 серебра, ребят. То есть, вот, не напрягаясь, за час пять минут 700 серебра. Ну, я считаю, что это вообще балдеж. Я считаю, что это балдеж. Всем пока-пока, ребят. С вами был Медиазона ТВ. Ни хвоста, ни шуи. Синих трофеев в садок. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok